Вы смотрите лучшие сюжеты новостей BBC на дожде в 2013 году. В уходящем году здесь, в соборе Святого Павла, прошли государственные похороны Маргарет Тетчер. Такой чести удостаиваются лишь избранные. Первая и единственная в истории страны женщина-премьер-министр такой и была. Резкая и неуступчивая, готовая сражаться и добиваться своих целей, будь то война с Аргентиной или же война с собственными профсоюзами. О жизни Маргарет Тетчер и прощании с ней далее. The ladies not for turning. Пока в Лондоне проходила траурная церемония прощания с бывшим премьер-министром Маргарет Тетчер, сразу в нескольких городах страны был устроен праздник по тому же поводу. Жители промышленных регионов Британии, пришедших в упадок в годы правления Маргарет Тетчер, прощались с ней песнями и плясками. На самой большой вечеринке, устроенной Шахтерской ассоциацией Дарема на севере Англии, побывал мой коллега Николай Воронин. Этот роскошный особняк здания Шахтерской ассоциации Дарема. Еще 30 лет назад Национальный союз горняков Британии был самой влиятельной общественной организацией в стране. Именно поэтому Маргарет Тетчер, объявившую войну профсоюзам и выигравшую эту войну, здесь считают личным врагом. А известия о ее смерти восприняли с радостью. Глава ассоциации Дэвид Хоппер был просто счастлив, когда экс-премьер скончалась 8 апреля, аккурат в его день рождения. Да, это было чудесно. Отличный день. Просто лучший день рождения в моей жизни. Как только мы узнали новость, мы поняли, что надо искать место для вечеринки. Заказали комиков, всякие развлечения, прошлись по соседям, пригласили на праздник всех наших сторонников вместе с семьями. В Лондоне пусть делают, что хотят. Там живут люди, которые обогатились при Тетчер за счет эксплуатации рабочего класса. Мы по другую сторону баррикад, и мы будем веселиться, и наша вечеринка, я уверен, будет намного лучше. По словам Хоппера, железная леди, это ужасная женщина, нанесла стране больший урон, чем Гитлер в ходе Второй мировой. Она не только разгромила профсоюзы и оставила тысячи людей без работы, она уничтожила целую индустрию, которой Британия гордилась на протяжении веков. Дэвид Темпл вспоминает, как когда-то на этом месте в пригороде Дарема располагался вход в огромную угольную шахту, на несколько километров уходившую под морское дно. Именно здесь в 84-м году проходил основной фронт войны с профсоюзом горняков. Шахтеры заблокировали вход в раскоп и четыре месяца не выходили на работу. Город наводнили полицейские, которым было поручено прорвать оцепление профсоюзов и обеспечить доступ в шахту штрейкбрехерам. Стычки становились все более и более ожесточенными. В соседнем Йоркшире, в городе Оргриве, куда Дэвид отправился поддержать коллег по цеху, он, по его словам, попал на настоящее средневековое поле боя. В битве сошлись шесть тысяч шахтеров и восемь тысяч полицейских. Смешались кучу кони, люди спустили собак. Удары сыпались с обеих сторон, десятки людей были ранены. Эта женщина была не из тех, кто разговаривает с народом. Она посмотрела и решила, виноваты профсоюзы. Проблема в них. Их надо запретить. Когда шахты закрыли, кто-то открыл свое дело с помощью выходного пособия. Кто-то пошел в колледж и получил образование. Но многие, говорит Дэвид, просто спились. Сейчас безработица в дарами составляет 12%. Это самый высокий показатель в стране. И за это железную леди Маргарет Тэтчер здесь еще долго будут поминать недобрым словом. После речи 1976 года, в которой Маргарет Тэтчер подвергла резкой критике политику СССР, одна из советских газет прозвала ее «железная леди». Говорят, самой Тэтчер этот титул очень понравился. А в 1987 году произошло беспрецедентное событие. Впервые в истории советского телевидения в прямом эфире транслировали интервью с западным лидером. Этим лидером была Маргарет Тэтчер. Своими впечатлениями от той беседы с корреспондентом BBC Стивом Розенбергом поделился один из трех советских журналистов-международников, беседовавших с Тэтчер, Борис Калягин. Поможет вас ваш визит к тому, чтобы расширились наши культурные контакты, торгово-экономические связи? Во-первых, мы хотели, чтобы она себя раскрыла как политический лидер, чтобы она больше сказала о себе, о своих политических взглядах. Ну и вот специальная была тема, это тема ядерного вооружения. Конечно, наша страна стремилась, чтобы Великобритания подключилась к тому процессу переговоров. Да, это было достаточно сложно, потому что она, конечно, блестящий опытный полемист. Она имеет этот опыт в английском парламенте почти каждый день. А для нас, в общем-то, это было что-то новое. Не так часто мы вступали в полемику с лидером западного государства. Я скажу премьер-министра, вот и есть... One at a time! Вот и ждали второго фронта! После интервью некоторые говорили, что вот вы три здоровых мужика и не могли справиться с одной женщиной. В галерее современного искусства Tate Modern очень часто проходят выставки, вызывающие споры. Ну, казалось бы, что общего у проституток, сутенеров и драгдилеров с одной стороны и творчества Петра Чайковского с другой? На первый взгляд, ничего. Однако шведский хореограф Фредерик Ридман с этим категорически не согласен. На его постановке «Лебединого озера» побывал мой коллега Александр Канн. Это – Лебединое озеро. А это – Лебединое озеро Перезагрузка. Суперсовременное название отражает современную эстетику уличного танца, придуманную шведским хореографом Фредериком Ридманом. Идея родилась здесь, в Лондоне. На рынке в Кэмдоне я увидел белые меховые накидки и высоченные женские сапоги, в которых ходят проститутки. И меня вдруг осенило. Да ведь это же лебеди! В «Лебедином озере» злой колдун Ротборд превращает девушек в лебедей. У нас же он становится драгдилером и сутенером. Держит бедных девушек-лебедей в рабстве и принуждает их зарабатывать деньги для него на панели. Для перенесенного в наше время классического сюжета потребовались и совершенно другого рода артисты. Я профессиональный танцовщик. Идеалом для меня был Майкл Джексон. А начинал я и вовсе с брейк-данса на улице. Именно так началась моя учеба. Началось, но не закончилось. Кроме уличного танца, Робин получил еще и классическое балетное образование. Примерно такой же путь проделал и Фредерик Ридман, основатель знаменитого шведского ансамбля уличного танца «Баус». Для Фредерика Ридмана это не первый опыт переноса «Лебединого озера» в другую реальность. Десять лет назад он танцевал в модернистской версии классического балета, поставленной его соотечественником, шведским хореографом Матсом Эком. И вот теперь от классики через модернизм к уличному танцу. Совмещение чайковского и уличного танца кажется мне совершенно естественным. В этой музыке столько слоев. Она звучит совершенно по-современному. Это язык молодого поколения. Ничего подобного раньше мы не видели. Но теперь у нас есть возможность слить эти два мира воедино. Лебединое озеро Перезагрузка с аншлагом прокатилось по Швеции, Германии и Австрии. Теперь вот Лондон. Ну а в ноябре артистам предстоит узнать, как эту, мягко говоря, нестандартную версию священной для России классики встретят в Москве и Петербурге. В уходящем году россиянам запретили курить на рабочих местах и в общественном транспорте. Однако помогут ли эти меры снизить зависимость от сигарет в стране, где курит 40% населения? Корреспондент BBC Стив Розенберг выяснял, как сами россияне относятся к запретительным мерам. На Ярославской табачной фабрике еще одна кипа листьев табака сходит с конвейера. Когда-то в России употреблять табак было строжайшее запрещено. 400 лет назад за курение наказывали 60-ю ударом и палки по стопам, а могли и вовсе отрезать нос. Но сейчас все немного по-другому. Каждый год в России производят 400 миллиардов сигарет. Россияне выкуривают в 4 раза больше сигарет на душу населения, чем жители Великобритании. И это сказывается на здоровье. По оценкам специалистов, ежегодно от болезни, связанных с курением, умирает до полумиллиона россиян. Это равнозначно тому, что все взрослое население Ярославля будет исчезать каждый год. Но власти пытаются ограничить употребление табака. С 1 июня россиянам запретят курить на рабочем месте, в автобусах и в радиусе 15 метров от входа в аэропорты и вокзалы. Но перспектива заплатить штраф, похоже, не пугает этих курильщиков. Нам нельзя бросать курить. Почему? У вас какая работа? Нервная. С людьми работаем. Согласно новому закону, киоски на улицах обязаны через год остановить продажу сигарет. Купить сигареты можно будет только в магазинах. То, что бросается мне в глаза здесь, это низкие цены. В Англии одна пачка сигарет стоит где-то 8 фунтов. Это 380 рублей. Но здесь, в Ярославле, эта пачка стоит 27 рублей. Это дешевле даже, чем плитка шоколада. И в течение года стать не курящими должны все рестораны и кафе, в том числе и заведения Владимира Болубина. Вот у нас в Ярославской области, прямо 20 километров от центра города, находится нефтеперерабатывающий завод. Вот он в миллионы раз, я уверен, приносит вреда больше окружающей среде, чем никотин. Но поможет ли закон снизить зависимость россиян от сигарет? В стране, где курят 40% населения, изменить эту вредную привычку будет непросто. За моей спиной Биг Бен, один из символов Лондона, да и Британии вообще. Возвышается он над Вестминстерским дворцом, местом, где засетают парламентарии, местом, ставшим символом британской политики. Что касается политики, то уходящий год в российско-британских отношениях прорывом не был. Частично виной тому продолжающийся дело Литвиненко. Лондон в уходящем году отказал в проведении общественного расследования смерти Александра Литвиненко, объяснив это частично нежеланием портить отношения с Москвой. Незадолго до визита британского премьер-министра Дэвида Кэмерона в Москву мы подготовили сюжет о малоизвестных фактах российско-британских отношений. Тему продолжит Леонид Лунеев. Россию и Великобританию традиционно связывали кровные узы. В разные периоды монархи двух стран состояли друг с другом в разной степени родства. Так Елизавета II приходится двоюродной правнучкой царю Николаю II, а принц Филипп через королеву Викторию по крови еще ближе к дому Романовых. В 1816 году Россия позаимствовала у англичан в качестве государственного гимна «Боже, храни короля». Гимн этот, переведенный Василием Андреевичем Жуковским и дополненный Александром Сергеевичем Пушкиным, получал название «Молитва русских». Не нужно путать этот гимн с более привычным «Боже, царя храни», который был написан композитором Алексеем Федоровичем Львовым на новые слова того же Василия Андреевича Жуковского. Крест Виктории, высшая награда страны, учрежденная королевой Викторией в 1856 году за подвиги во время Крымской войны, по традиции отливается из бронзы пушек и захваченных англичанами при осаде Севастополя. Крест Виктории можно получить лишь за подвиг, совершенный под вражеским огнем с риском для жизни. Великобритания стала одной из первых ведущих стран мира, официально признавших СССР. Это произошло в феврале 1924 года. Впрочем, уже в 1927 году произошел разрыв дипломатических отношений. Тем не менее, это первенство за Британией закрепилось в номерах дипломатических машин. Так, номера машин посольства Великобритании в России начинаются с 001. В обязательную программу по чтению в средних и старших классах российских школ входят 11 произведений шести английских писателей, в то время как в программу для английских учеников не входит ни один русский писатель. Эми Уайнхаус, которую часто называют одной из величайших певиц современности, оказывается, тоже имела российские корни. Она приходилась прапраправнучкой по отцовской линии Абрахаму Грандишу, выходцу из России, который в конце 19 века перебрался в Лондон и стал процветающим торговцем фруктами в Истенде. Перепись населения Великобритании 2001 года выявила, что в стране проживает более 15 тысяч граждан, рожденных в России, но имеющих британское гражданство. По данным Национального статистического бюро, в 2009 году число таких граждан составляло уже 32 тысячи. Ну а общее число всех русских, проживающих в Великобритании, достигает 300 тысяч. Неудивительно, что Лондон, где предпочитает селиться большинство русских, часто называют Москвой на Темзе. В уходящем году разногласия у Москвы и Вашингтона были и по вопросу разрешения сирийского кризиса. Лондон и Вашингтон настаивали на жестких мерах в отношении Башара Асада. Москва противилась этому, говоря о необходимости переговоров и невмешательстве во внутренние дела суверенного государства. В итоге Москва одержала дипломатическую победу, и ее план химического разоружения был принят международным сообществом. Впрочем, саму войну в Сирии это не остановило. И, как рассказывает Ольга Ившина, в этой войне сражаются и россияне. Бои за один из городов Сирии. За кадром слышна русская речь. Таких роликов в интернете немало. По данным ФСБ, сейчас против режима Башара Асада воюют около 200 россиян. Активисты сирийской оппозиции говорят, что в их рядах тысячи русскоязычных мусульман. Этот человек, выходец из набережных Челнов, называет себя Салман Булгарский. Он говорит, что больше года помогает повстанцам Сирии. Мы беседовали с ним по видеосвязи. Порядка нескольких тысяч граждан России, граждан других стран, пришли помогать сирийскому народу, свергнуть диктатора, свергнуть убийцу. Кто-то занимается гуманитарной помощью, кто-то предлагает свою медицинскую практику, кто-то средства, кто-то посильную военную помощь. В Татарстане до сих пор живет мама Салмана Булгарского Амина. Она говорит, что не видела сына уже пять лет и не знает, где он сейчас. Салман не понаслышке знает о войне. Он был в Афганистане, провел несколько лет в Гуантанамо и российских тюрьмах. Но официально его ни разу не признали виновным в терроризме. Сейчас он публикует в интернете материалы в поддержку сирийской оппозиции и аль-Каиды. Салмана Булгарского помнят и в мечети Тауба. Когда-то он служил в ней имамом. По словам прихожан этой мечети, несколько десятков местных мусульман уже отправились в Сирию воевать на стороне оппозиции. 20 лет назад десятки россиян сражались за сербов во время конфликта в Югославии. Вернувшись домой, большинство из них не имело проблем с законом. Но сейчас власти относятся к таким поездкам на войну гораздо более настороженно. Директор ФСБ Александр Бортников пообещал следить за всеми, кто вернется из Сирии. Некоторых из них могут судить за участие в боевых действиях в качестве наемника. Главное опасение властей и официального духовенства вызывают идеи, которые россияне могут почерпнуть в Сирии. 200 боевиков на территории Сирии – это огромные цифры для Татарстана, для вообще, скажем так, территории по Волжье. Потому что реально один боевик в состоянии поднять на ноги множество тысячи своих, скажем так, собратьев. А если взорвется этот регион, страны не станет. Страна просто вспыхнет. Глядя на мирные улицы Набережных Челнов, в эти прогнозы трудно поверить. Призывы к вооруженной борьбе ради создания исламского государства раньше звучали только на Северном Кавказе. Но теперь их можно услышать и в Поволжье. Некоторые готовы рискнуть жизнью, чтобы установить справедливость с мусульманским оттенком и в своей стране, и в чужой. Ольга Ившина, BBC, Татарстан. Редактор субтитров А.Семкин